Заравор, последний раз мы с тобой виделись и провели время вместе, когда ездили в Польшу и ты еще боксировал в любителях. Тогда засудили тебя сурово, хотя бы ты выиграл. Как оно быть профессионалом? Ну, профессионалом быть хорошо. Я давно хотел перейти в профессиональный бокс. Я хотел и по любителям много чего достигнуть, но всякие моменты есть в любительском боксе с судейством и так далее. И я решил раньше перейти в профессионалы, чем изначально думал. И перешел, но вот уже провел 7 боев и планирую повышать уровень оппозиции. Хочу повышать. Не все от меня зависят. И выходить на самый высокий уровень. Заравор, вечный вопрос, чем отличается любительский бокс от профессионального? Ты еще как бы память о любительском боксе у тебя свежа. Что ты можешь об этом сказать? В чем различие? Ну, профессиональный бокс, но более жесткий. Перчатки другие. Раундов больше. Ну, любительский бокс тоже жесткий, хочу сказать. Тоже, ну, там за три раунда, ну, совсем другая. Просто по подготовке, по всем этим моментам очень отличается. Я говорил, всегда утверждал, что разница между любительским и профессиональным боксом. В любителях ты выходишь выигрывать, в профессионалах убивать. Согласишься? Ну, да. В профессионалах больше идет на ущерб. Чем больше ты ущерба нанесешь, тем лучше будет для тебя. И, ну, задача выиграть досрочно изначально тоже. Зрелище показать. А в любителях больше задача, там, ну, по очкам, там, обкатать, переиграть. Такого плана. Как ты характеризуешь свой стиль, который показываешь на ринге? Я видел и неплохую защиту, когда ты вытягиваешь соперника на себя и работаешь из-под защиты. И когда ты навязываешь вот свой силовой, скажем так, быстрый бокс. Что тебе больше импонирует? Ну, честно сказать, вот насчет стиля я не могу ничего сказать. Потому что я постоянно тоже меняю. Я сам за собой замечаю. Мне то хочется боксировать, там, там, как Мэйвезер, то хочется боксировать, как Тайсон, то хочется боксировать, как Пакео или еще кто-то. Ну, мне постоянно, но у меня нету одного. И я, у меня, получается, и в атаке, и на отходе работать, и, ну, я делаю то, что у меня получается в бою. Я подстраиваюсь под бой. Если я вижу, мне надо, бой такой ровный идет, мне надо обострить, я добавляю. Я знаю, что у меня получится и добавить, и я знаю, что у меня получится вытянуть, где-то встретить. Ну, из-за этого у меня своего именно такого, там, атакующей стиля или контратакующей нету такого. Как оцениваешь своего соперника в этом бою? С соперника, ну, я особо не смотрел его, но планирую выиграть досрочно. Хочу выиграть досрочно. Знаешь, когда я работал с братьями Кличко в клубе Universal Box Promotion, там был такой боксер, Кван Карлос Гомес. И он как-то приезжает на тренировку, буквально через минут 15 выходит, садится в свой Мерседес и уезжает. И Фрид Зунек бежит и говорит, зачем я показал ему кассету с соперника, записи боев соперника. Он посмотрел и сказал, я через, я за неделю до боя приду подготовиться. Как ты реально вот оцениваешь, насколько вот на сегодняшний момент твое общение с менеджерами, вот твоя чуйка боксерская, говорит, насколько вот быстро и ожидает тебя продвижение, либо это будет трудно, либо, черт возьми, ничего неизвестно. Ну вот, пока что я вообще ничего не могу сказать. Все может быть из-за того, что карантин сейчас, может быть еще какие-то моменты, но пока и визы нет. И, ну, хотелось бы, конечно, чтобы быстрее это все решилось. Мы уже, ну, выходили на хорошие, большие бои и там показывать, показывать себя, что и мы чего-то достойны. Удачи тебе в предстоящем поединке и ждем от тебя побед.